всем привет привет всем отличной недели как я и говорила в пятничном раскладе сегодня у нас будет философская тема я благодарю ксению за идеи в этом месяце будет несколько таких расклада да я уже говорил о философских расклады на одну позицию кто их не любит просто не смотрит кажется это логично да кто-то может сказать длинную ясное дело явление но вот всегда встречаются люди которые начинают там что-то писать по поводу того что им там что-то не нравится что-то не устраивает не удовлетворяет это казалось бы но самый элементарный не нравится проходи мимо нет надо все время как-то что-то прокомментировать негативном ключе тема вы уже видели что такое человечность что такое человечность и как она проявляется в наше время улыбаюсь почему потому что только что сказала о людях и тема такая человечность и контраст интересный у нас с вами будет 6 вопросов благодарю олю за подсказки с вопросами к этому раскладу так смотри будем на колоде тару небо и земля для кого это интересно а мы с вами сразу приступаем да я сказал что расклад будет на одну позицию и что-то а и еще хотела сказать что расклады в которых есть вопросы ну как правило это расклады на одну позицию они все вписываются в мой микро складов поэтому для коллег либо для начинающих кто хочет может приобрести мой дневник раскладов да я его постоянно пополняют это то есть это не значит что если вы его приобрели и там ограниченное количество нет сейчас на данный момент так как я вижу в этом дневнике есть 33 страницы да то есть представляете сколько там раскладов но однозначно около ста это точно на абсолютно разные темы помимо личных самоотношений по моему между мужчиной и женщиной да то есть там есть и финансы и работой детско-родительский сценарий философски то есть все абсолютно в принципе что я делала на на своем канале то есть все эти расклады есть можете приобрести этот дневник он недорогой вся информация есть под этим роликом по ссылке мои услуги нажимаете прокручиваете и читаете там где написано про дневник раскладов вот рекомендую особенно для начинающих коллег да и вообще в принципе для коллег и потому что иногда бывает такие моменты когда ну замыливается я не знаю взгляд мысли и не знаешь ну что сделать какой расклад а тут здесь понимаете здесь не вы что можете сделать вы можете не не брать целый расклад целиком да а в каждом раскладе есть какие-то свои вопросы вы можете взять любой вопрос и сделать тема для расклада если у вас есть аналогичные каналы до связанные с самопознанием психологии философии и так далее то есть берете любой расклад заходите смотрите какие вопросы на эти вопросы можете сделать отдельные расклады ну то есть идея просто берете идея готовых раскладов так ну что смотрим что такое человечность на что нас попросила ксения посмотреть и как она проявляется в наше время не буду смотреть как это будет проявляться в будущем но мне не столь интересно вот мне всегда интересен момент здесь и сейчас то что мы проживаем то на что мы можем повлиять по сути и так первый вопрос что такое человечность на смотрим что же такое человечность десятка жестов человечность человечность это много обязательств это какой-то такой знаете достаточно трудный сложный путь когда человеку приходится нести на себе какой-то грузда очень много должествование здесь выходит что еще такое человечество человечность это качество которое мы выбираем либо мы не выбираем себе да то есть это то что определяет наш дальнейший путь на основе какого-то выбора который мы делаем что еще такое человечность здесь смотрите человечность дано как это прорисовывается достаточно негативно вот такой еще человечность это опять же таки по восьмерке мечей можно читать сюда я когда то есть мы стороны можно сказать что человечность это то что у нас в некоторой степени сковывает связывает и вводит в тупиковое какое-то состояние иногда да а с другой стороны опять же таки не сталкиваемся сталкиваемся когда мы проявляем свою часть а с другой стороны это наоборот помогает нам познать себя познать свои какие-то ограничивающие убеждения и расширить свое сознание то есть именно человечность нам помогает изменять свои убеждения да и становиться человека более таким глобальным масштабным как то так что еще что такое человечность что еще такое это мастерство это труда то есть быть человеком здесь хочется сказать я согласна с этим по восьмерке педаклей это это труд причем каждодневный труд но это труд не тяжелый это труд с одной стороны он рутинные с другой стороны он должен приносить удовольствие быть человеком да и быть человечным это должно первую очередь приносить нам самим удовольствие быть таким человеком и каждый раз это качество как-то шлифовать оттачивать но это повторность то есть это не разовая какая-то опция да это скорее всего на постоянной основе и при этом как можно чаще использовать свои бытовой жизни то есть это не предмет философские каких-то размышлений да и общее понятие теории а это чисто такой практичен практический пример примеры да когда нужно вот именно применять на практике не в теории на практике ну вот прямо с этим арканом я согласна все остальное я бы я бы усомнилась ладно хорошо как это качество формируется как формируется наша человечность опять же таки семерка кубка говорит что это примет нашего выбора да то есть по сути мы не рождаемся человеками а человечность у нас это это выбор это некое такое стремление причем достаточно сложный выбор потому что он выстраиваются у нас на на уровне каких-то пороков но с одной стороны здесь здесь идет примесь на пороков и добродетелей и вот здесь нужно понять да если человечность можно отнести допустим к добродетелям да то здесь такие большие соблазны могут быть связаны с пороками когда человек может не выбрать человечность то есть здесь могут быть искушение очень сильные и все будет зависеть от воли человека и от его выбранного пути то есть по какому пути я пойду кем я хочу быть каким человеком я хочу быть и для того чтобы вести себя действительно по-человечески до проявлять себе это человечность или нет то есть это выбор как еще это качество формируется пятерка мечей вы знаете вот во всех этих моментах да то есть во всех этих картах такая знаете абсолютно во всех энергия достаточно воинственная да то есть здесь причем человека борется самим собой по пятерке мечей смогу ли я это проявлять или нет потому что здесь ощущение такой знаете достаточно разрушительной силы и человеку приходится бороться с самим собой до чтобы быть человеком проявлять эту человечность или нет то есть здесь постоянно человек находится на каком-то выборе так следующий вопрос может ли человек развить это качество луна знаете склоняясь к тому что все же нет возможно как-то вот генетически до заложено это качество но она изначально такое ощущение что она находится в спящем состоянии аркан луны у нас еще говорит о родовой какой-то системе от предках да то что нам передается причем передается с молоком матери и здесь скорее всего если мать прививает да то есть мать это является первым контактом с миром через и именно органы восприятия да через нашу какую-то чувствительность то если мать поможет ребенку сформировать и правильно да и развить это качество туда человек его развивает но мне все-таки такое ощущение что она как-то генетически заложено из находится спящим что спящим состояние и потом вот как будто вы знаете до определенного этапа когда человек будет готов воспользоваться этой опцией или нет то есть опять же таки это это выбор развивается нет здесь она знаете она как будто бы не развивается это качество она уже готова она уже целостная то есть ты не можешь это усовершенствовать качество человечности то есть это не то что берет какие-то поправки либо как-то может действительно усовершенствоваться ставиться более целостным то есть это качество она есть она уже готова это готовая опция ты либо ей пользуешься либо не пользуюсь поэтому нет здесь человек не может развить его но при этом он может получить он может получить по аркану луны и своего бессознательного доступ именно к этому качеству причем знаете доступ в каком понимании к общему какому-то информационному поле до с тонкого плана краски луна до сфера и сот где астральный план то есть получение информации оттуда во а оттуда как как можно как это качество можно выразить то здесь как-то вот бессознательно человек может понимать что вот это вот действительно по-человечески а здесь не так-то не по-человечески вот я говорю здесь как-то записано это на генном уровне я просто знаю себе внутри вопрос можно ли это ну то есть это воспитывается человечность либо это все таки действительно как-то интуитивно проявляется и у меня такой отклик внутри что скорее всего это больше как-то интуитивно неосознанно проявляется это качество но опять же так идет такая информация что она есть не у всех то есть где-то на генном уровне может быть она есть но как некий такой потенциал но опять же таки не все пользуются своим потенциалом и поэтому знаете у каких-то людей она проходит мимо то есть они этой опции как будто бы не пользуются им это и не надо так ну вот теперь давайте мы теперь с вами посмотрим а для чего она нужна для чего нужна эта человечность но это одно из качеств которая помогает нам находить ответы на наши вопросы и познавать этот мир познавать этот мир через мыслительные какие-то процессы до интеллектуальные то есть помогает нам находить ответы еще для чего она нужна но она нам нужно по жизни да то есть рыцарь пендакли это условно говоря вот как я и говорила по восьмерке пендакли это должно быть на постоянной основе это как будто бы помогает нам жить опять же таки помогает нам жить по рыцарь педакли да в благости в благости это особенно если у человека есть это как ценность вот действительно но важно и значим то есть не просто есть какой-то навык до быть человеком а именно как некая такая ценности вот он ее очень бережно несет тогда она ему по жизни будет помогать но мы помним да что вот весь этот первый ряд нам указать особенно там десятка жезлов пятерка мечей что и восьмерка мечей что это такой достаточно сложный путь на сложный путь непростой потому что вот по семерке кубков у нас идут очень много искушений и по аркану влюбленных нам постоянно приходится выбирать как поступать то есть поступаю я по-человечески сейчас либо как-то работаю на инстинктах на автомате и не обращаю на это внимание ну то здесь это выбор для чего она нужно для чего она нужна для чего она нужна пятерка жезла смотрите выпадает малые арканы до указывающие на то что в принципе как некая такая программа это то на что мы можем повлиять и ну не факт что нужно это качество да то есть каком понятие то есть есть какие-то более базовые важные может быть ценности нежели человечность но вообще все что связано с этим понятием да это вот вот пятерка железла пятерка мечей это вызывает вот во первых помимо того что это уроки это вызывает какую-то внутреннюю борьбу здесь все время человек борется с этим с этими качествами ну потому что видимо внешний мир вызывает вот такую реакцию до что надо бороться надо отстаивать надо как-то заслуживать вот здесь очень много марсианской энергии при том что речь все таки идет о человечности до которая склоняется больше к любви более таким тонким энергиям но здесь здесь прям вот очень много марсианской энергии странно так так для чего же нужно для чего же нужно вот наконец-таки выпал великий аркан маг для чего нужно для того чтобы познать этот мир для того чтобы управлять этим миром своим собственным да я имею своим собственным миром и уметь взаимодействовать еще и с другим миром то есть быть творцом вот быть творцом опять же таки до такого уровня творцом мы становимся хорошо как это качество проявляется в наше время как это качество проявляется в наше время вот опять таки двойственность да идиота твойка мечей либо я принимаю либо я начинаю сомневаться скорее всего здесь большинстве своем люди сомневаются нужно ли это качество нужно ли она как она проявляется она проявляется интуитивно да то есть здесь здесь ни один аркан не показывает осознанность да то есть вот как то интересно что человечность это как-то интуитивное проявление наше но как будто бы не совсем понимаем да то есть не совсем осознаем когда мы себя ведем как человеке да либо когда мы себя ведем наверное как животные как еще она проявляется в наше время ну вот как убить и как жертвенность некая такая то есть если ты человек тебе приходится чем-то жертвовать либо тебя воспринимают как жертву обстоятельств найти по такое ощущение что как человека какого-то второй категории да как она проявляется в наше время повешенный как предательство либо ты предаешь себя либо ты предаешь как будто бы других людей но если ты выбираешь быть человечным дату тебе ты являешься предателем для других потому что становишься объектом слабости то есть люди как будто бы это воспринимают как слабость и начинает себя подавлять поэтому отсюда возникает вот это вот марсианская энергия до что человечность она вызывает вообще какую-то вот агрессию знаете почему потому что вот на тонком плане ну мы все хотим быть хорошими людьми да и получается так что если кто-то проявляет человечность человек начинает противопоставлять себе именно вот этому персонаж до который проявил человечность и в сравнении он возможно чувствовать себя на ступеньку ниже то есть ну да он ко мне появился по-человечески да например какой-то диалог да и либо какой-то конфликт и кто-то оказался более человечным дата как-то пошел на уступки не знаю как-то договорился на компромисс и такой а ты не идешь и ты чувствуешь себя как будто бы человеком ну на ступеньку ниже и это это понимаешь что блин вот он хороший а я плохой вот как какое-то такое сопоставление идет а мы не хотим быть плохими и это вызывает у нас какую-то такую агрессию да то есть я плохой да нет я тебе докажу да что это не так какая-то вот такая агрессия то есть странные здесь энергии я считываю в контексте человечности то есть мне казалось что здесь наоборот должно быть что-то наполнено чем-то таким светлым да а идет вот вот это вот какая-то такая энергия не совсем комфортно как еще проявляется в наше время человечность ну наконец таки на позитивный аркан тройка жезлов то есть это то что в принципе дает нам какие-то перспективы это то что все же помогает нам не убить друг друга вот и одновременно помогает нам двигаться дальше в развитии десятка мечей да это то что ставит точку точку вот наконец-таки императрица выпала до гармония красота это все равно то что помогает нам увидеть красоту и нашего мира в которой мы живем да то есть не только какие-то вот агрессивные моменты хочется знаете так здесь мне показывает энергию контрастов да то есть с одной стороны вот это вот адский какой-то мир огненный и как излучение извержение вулкана как будто бы как какой-то вот атомный взрыв да вот что-то такое какая-то энергия очень много огня много огня и вот какого-то негатива а с другой стороны вот на этом фоне да из уже погашивая этого вулкана застывший лавы да идет прорастание то есть это лава она становится как будто бы удобрением и появляется новая жизнь да то есть ростки не показывают вот как будто бы на этом контрасте негатива либо разрушительной какой-то энергии появляется что-то живое новое растение новая жизнь вот что-то такое мне здесь показывают как будто бы знаете человечность она является каким-то глотком свежей воды свежего глотком живой воды то что вот нас оживляет то что делает вот как-то настоящим знаете вот во время пожара да когда воздух накаляется он горячий и ты пьешь воду ледяную такую и она вот как как-то оживает оживляет нас вот здесь какие-то такие картинки мне показывают на контрасте да ты понимаешь но это только при условии того что когда мы задумываемся потому что опять же таки я говорю здесь как-то человечность проходит интуитивно то есть допустим если это какая-то ситуация на как накаленная какая-то ситуация на электризованная ситуация то вот вспомнить о том чтобы себя проявить в этот момент действительно по-человечески достаточно сложно у нас выпадала десятка жезлов сложно почему потому что здесь нужно включиться на то есть вот человечность она становится осознанной тогда когда человек отдает себе отчет в этом а как правило у нас человечность выходит как-то неосознанно вот на автомате там я не знаю идешь по дороге видишь бабушку либо зрелого человека который нуждается в помощи чтобы перейти через дорогу но медленно идет а там допустим фонаря нет это зебра а люди ну водители не останавливаются человек проявляет какую-то человечность останавливает движение для того чтобы перевести по земле бабушку на другую сторону вот это проявление человечности но опять же таки он это делает неосознанно не потому что а я сейчас хочу совершить какой-то вот поступок добрый я даю себе отчет в том что я делаю нет это когда происходит на на автомате и вот именно вот эти вот моменты на автомате мы их не всегда осознаем и получается так что мы не вот про эту неосознанность я говорю и поэтому получается так что мы не всегда выбираем человечность то есть это вот не всегда получается как осознанный выбор то есть сейчас я себя буду вести по-человечески да да сейчас я буду себя вести как-то вот по-доброму по-хорошему и это вот мне показывает всегда знаете вот в каких-то ситуациях обостренных а где есть какие-то конфликтные моменты либо на электризованная какая-то атмосфера то есть мы человечность не проявляем когда у нас все хорошо мы проявляем и и вот когда в таких критичных каких-то моментах и здесь важно вспомнить об этом вот так выходит хорошо и последний вопрос как влияет какое влияние оказывает человечность на развитие нашего общества и чем наполняет нашу жизнь посмотрим какое влияние сначала оказывает какое влияние оказывает вот то что я и говорила видите негативное влияние рыцаря мечей без компромиссности да то есть это вызывает какую-то агрессию очень интересный такой момент да почему не вызывает на наше общество так как человек себя проявляет но у своей наилучшие пиковые ипостаси проявления света почему-то это вот вызывает какое-то такое знаете агрессивный момент я тебе скажу что это не тогда здесь говоришь ну надо поступать по доброму да вот как-то вот по-человечески а другой обязательно будет тебе доказывать что нет это не так то есть это вот какая-то борьба за справедливость за правильность что ли вот какое-то такое вот опять же таки марсианские моменты какие-то вызывает какое еще влияние оказывает на человечность но с другой стороны это объединяет то есть человечность она объединяет она радует опять же таки для определенных хочется сказать категории людей потому что тройку кубков это маленький аркан да это только начинающие что-то такое зарождающие поэтому возможно в этом есть благие новости то что все-таки человечность да она остается где-то пускаю не так много но она все равно остается и сеять свои семена да то есть по скорее всего показывает свои первые результаты она дарит радость она объединяет дает вот какой-то такую легкость и с другой стороны как-то на электризованную атмосферу разряжает ее вот что-то такое еще какое влияние оказывает на развитие ну как разки помогает в этом развитии на то есть смотрите здесь тройка кубков да а это 4 то есть вот эти вот три кубка и появляется 4 то есть вот они эти три копка появляются 4 дает как некий шанс на дальнейшее движение некую такую знаете надежду хочется сказать дает на развитие общества она дает но человечество не берет потому что он сидит в закрытой позе ну справедливость на то есть это закон законы нравятся они или нет придется придется развиваться плюс ко всему это дарит некую такую карму определенную да то есть человек должен в какой-то момент осознать что если он не будет себя вести по-человечески дату сразу ему примере прилетает бумеранг второй вопрос что не все это осознают но здесь бумеранг срабатывает то есть законы невзирая на то что знакомы мы с ними или нет они работают да то есть люди не осознают вопрос человечности в эту это понятие а вот вселенная очень прекрасно понимает и людям прилетает за то что где-то в каких-то моментах они не поступают соответствии с этим понятием чем наполняет нашу жизнь вот лично нашу жизнь чем наполняет ну уверенностью уверенностью еще чем помогает развиваться помогает общаться опять же таки до помогает в продвижении нам двигаться по жизни помогает а вот семерка пентаклей я не знаю а это скорее всего не сразу помогает да а это дает свои какие-то результаты со временем со временем то есть не сразу человек видит насколько человечность важно до стабильность стабильность стабильную структуру системность как-то знаете сдерживает нас в системе как некий такой баланс выравнивания да то есть вот невзирая на все эти пороки которые существуют но как будто бы именно человечность держит нас в системе чтобы мы не разрушили здесь вот это человечность формирует и влияет на наши правила поведения до по императору что мы этим правилам соответствовали как будто бы это является одним из ключевых моментов да как некие такие столбы которые четыре столба до которые держат условно говоря весь мир здесь одним из четырех этих столбов является как раз таки и человечность чем еще наполняет нашу жизнь знаете какой то вот хочется сказать верой на то что не все так потеряно и мы можем еще двигаться вперед а лично для каждого по четверки мечей это то что соединяет нас с нашим высшим я это что влияет на нашу судьбу видите не все это осознают но влияние влияние на судьбу есть а какое орган звезды а это определяет развитие нашей души это распределяет насколько наша душа здесь действительно очищается либо насколько мы идем согласие с выбранными нашей душой путем на будьте очень сложный как оказалось здесь мне почему-то все время казалось что быть человеком это просто ну то есть все время но это сейчас мы субъективное мнение конечно же то что это как-то естественно если ты человек то и веди себя по-человечески но как показал расклад далеко видимо не всем дано вообще понять что такое человечность и как это как ее проявлять как ее проявлять видите она оказывается вызывает столько столько агрессии да какое-то вот такое противодействие хотя опять же таки мои субъективное мнение оказалось что если ты ведешь себя действительно по-человечески да и как-то с добротой с искренностью открытостью то это должно давать какой-то позитивный результат но оказывается не всегда теперь мне будет понятно на почему некоторые люди реагируют на какие-то такие моменты человеческие агрессивно вот для чего нужны такие расклады да иногда посмотреть на известные нам понятия немножко под другим углом тоже становится понятнее ты начинаешь понимать себя и жизнь ну иначе не знаю как-то смотришь иначе мне вот прям очень откликается философские расклады да то есть я я понимаю жизнь как-то вот плюс ко всему знаете в раскладах я вам передаю вербально но очень много информации я считываю невербальной и мое восприятие от расклада она намного шире потому что она обогащается еще дополнительными вот этими вот восприятиями которые я не могу передать да то есть я их могу ощущать их могу слышать видеть чувствовать вкусательно вкушать но не могу вам это передать поэтому вы получаете часть той информации которую воспринимаю я это вот очередное для меня понимание почему я люблю именно расклады погружаться в этот процесс потому что то есть не не само таро он то есть не сами картинки я люблю а именно те процессы которые сопровождаются именно в моменте раскладывания этих картинок то есть то что я дополнительно проживаю потому что если бы наверное не было этих картинок я бы в этом направлении не то чтобы не подумала я бы не ощутила вот на себе эти моменты потому что знаете в момент процесса раскладывания карт вот то как ты проживаешь мой мозг лично мой воспринимает это вот как то что как некую такую роль которую бы я на самом деле проживала вот допустим вот то что эти картинки которые мне показали это узнаете вот как в кино до посмотрел включился в этот процесс у тебя есть ощущение что ты действительно это прожил что это для тебя является реальность и поэтому процессы расклады таро они обогащают еще то есть я как будто бы дополнительно проживаю еще одну жизнь еще одну роль вот почему это для меня также важно и тут я сейчас осознала да это опять же таки мысли вслух насколько они полезны когда мы проговариваем либо когда мы что-то прописываем для себя не то что держим в голове потому что держим голове это не всегда ясно нам надо это видеть нам надо это слышать чтобы она вот как-то оживала вот как-то так еще раз благодарю ксению за идеи к философским раскладам нас по моему еще 1 2 если я правильно помню но я не помню когда я их распланировал вот а я с вами прощаюсь пожелаю вам всем отличной недели будьте человеками на самом деле человечность и человек это чин то есть это тот статус который мы действительно должны заслужить это не то что у нас есть право рождения а это то к чему нужно стремиться скорее всего этот расклад это и показал что это действительно навык а не данность человека это то к чему мы должны стремиться и выбирать быть человеками а не то что это вот как будто бы само собой разумеющийся оказывается не само собой разумеющийся потому что у многих людей этого этого понятия нету да и поэтому они не могут иметь вот этот чин человека как-то так все прощаюсь пока пока